Привет, мои замечательные! Я Ирика Виноградова, это канал Рецепты для Лентяев. Сегодня у нас сборка рецептиков в мультиварке. Я постаралась выбрать такие рецепты, чтобы они готовились максимально просто. По типу нарезал, закинул, и оно там все само готовится. Я вас спрашивала, что мне поснимать, какие рецепты. Вы мне писали запеканки, ужины, это все будет, будет сладкая выпечка. Надеюсь, сегодня какие-нибудь рецепты для себя выберите в копилочку. И начнем мы с запеканки. Она будет такая, ну, немножечко вредненькая, там будет майонезик. Господи, это так вкусно получилось, что не могу с вами не поделиться. Нарезаем вареную колбасу, либо сосиски. Где-то грамм 300-400. В принципе, при желании можно использовать фарш или готовое мясо, например, запеченную курицу. Перекладываем в миску, добавляем 2 яйца, 4 столовые ложки майонеза. И сюда же отправляем 400 грамм замороженной овощной смеси. У меня тут в смеси картошка, баклажаны, перец, лук. Солим, перчим. Можно специи добавить на свой вкус. Я решила взять сушеный чеснок и молотую сладкую паприку. Перемешали. Форму мультиварки смазываем растительным маслом и выкладываем овощную смесь. Сверху посыпаем тертым сыром. Его нужно где-то грамм 50. Готовим в режиме выпечка. У меня ушло на приготовление 30 минут, но лучше ориентируйтесь по мощности вашей мультиварки. Возможно, понадобится минут 40. Вот такая получается запеканка. Очень ароматно пахнет. Сверху сырная корочка. Достаточно недорогая получается по деньгам. При этом этой порции хватит, чтобы накормить семью из 3-4 человек. У меня тут муж за кадром подтверждает, что запеканка была очень вкусная. Потому что буквально вот только-только делала. Шикарная вещь. К слову, готовлю я сегодня в мультиварке от бренда Orson. Чем понравилось? То, что она очень понятная и удобная в использовании. Не нужно ломать голову, какая кнопка за что отвечает. Потому что все очевидно и можно сразу приступать к готовке. В ней 18 автоматических программ. Достаточно просто выбрать под свой рецепт наиболее подходящую. Есть программы для мяса, супов, выпечки, каш, плова. Можно на пару готовить, тушить, жарить. Можно, например, готовить собственный хлеб или делать йогурты, джемы. А за счет того, что есть функция готовка под давлением, это не просто мультиварка, это еще и скороварка. Благодаря этой функции практически любое блюдо можно приготовить в 2-3 раза быстрее, чем в обычной мультиварке. Кроме того, есть функция отложенного старта. Когда вы закинули ингредиенты и выставили, через сколько часов нужно начать готовить. Внутри у мультиварки чаша с антипригарным покрытием, рассчитанная на 5 литров, чтобы можно было без труда накормить большую семью. К слову, такую чашу можно купить отдельно в интернет-магазине бренда Orson. А это, между прочим, очень полезно, потому что у большинства брендов отдельно чаши не продаются. И если вдруг вы по какой-то причине нечаянно испортили чашу, то, по сути, все, мультиварку можно выкидывать. Здесь, пожалуйста, вы... Если вдруг даже что-то случилось, всегда можно заказать дополнительно новую чашу. К тому же, посмотрите, как эта мультиварка-скороварка стильно выглядит. Она отлично впишется в любой интерьер. Есть в двух цветах – черная и цвет слоновой кости. Такую мультиварку можно заказать на Озоне. Цена там на нее очень приятная. А до 30 сентября по промокоду, который вы сейчас видите на экране, вы получите дополнительную скидку в 1500 рублей. Ссылка на мультиварку и на промокод будут в описании под видео. И еще один очень простой такой, сытненький, нажористый, классный ужин, от которого лично я была в восторге. Ну, как говорится, там все гениальное просто. Делюсь с вами. Свинину режем кусками. У меня здесь 600 грамм мяса. Нарезаем четвертинками головку лука. В чашу мультиварки наливаем масло и ставим режим «Жарить». Закидываем в чашу свинину и обжариваем, ну, буквально минут 5, чтобы она слегка подрумянилась. Слишком долго жарить ее не нужно. Нам, по сути, все, что надо, это запечатать внутри мяса соки. Поэтому слегка обжарили, добавляем лук. Еще жарим буквально минуту, чтобы лук стал мягче. После этого закидываем сырой картофель, нарезанный кусками среднего размера. У меня тут где-то грамм 700 картошки. Добавляем стакан промытого колотого гороха. Я его не замачивала, он полностью сырой. Вот как был промыло и сюда отправляем. Солим, перчим и наливаем где-то 700-800 миллилитров воды, чтобы она примерно покрывала ингредиенты. Ставим режим «Под давлением» и будем готовить это в течение часа. Либо, если такого у вас режима в мультиварке нет, можно поставить просто режим тушения, но тогда на это уйдет 2 часа. Как приготовилось, можно аккуратненько слить излишки воды, либо можно не сливать, и тогда получится сытная похлебка. Но я решила слить, чтобы это получился такой полноценный ужин. Только главное, сливайте аккуратно, потому что горох, он разваривается, он становится такой кашицей, которая обволакивает все ингредиенты. Поэтому желательно, если будете сливать воду, через какую-нибудь мелкую ситечку, чтобы горох у нас не уплыл. За счет давления за час свинина становится нежнейшей. Мясо буквально расходится по волокнам. Картошка при этом не разваливается. Гороха, его реально практически не видно, он смешивается с остальными ингредиентами и добавляет больше вкуса и сытности блюду. Еще у меня есть очень простейший рецепт, как можно приготовить классно куриные голени. Там довольно такой любопытный маринад. Мы берем 4 столовые ложки соуса кемали. Соус можно купить в принципе в любом супермаркете. Добавляем 2 столовые ложки соевого соуса, чайную ложку молотой сладкой паприки, чайную ложку сушеного чеснока и чайную ложку молотого черного перца. Перемешали. Помещаем в этот маринад куриной голени и оставляем мариноваться на часик. Можно курицу просто запечь в духовке, например, или в той же мультиварке, но я решила протестировать режим на пару и посмотреть, что получится. Наливаю в чашу мультиварки воду, устанавливаю решетку и выкладываю сверху на нее голени. В качестве гарнира добавляю 400 грамм замороженной смеси брокколи и цветной капусты. Можно без овощей готовить, сделать, например, рис на гарнир. Овощи я также посыпала специями, все те же паприка и сушеный чеснок. Полила остатками маринада и готовила в режиме на пару 20 минут. Но так как у меня это скороварка, поэтому у меня ушло 20 минут, а в среднем все-таки готовится это минут 30-40. И все получается вот такой вот простой, вкусный, при этом очень полезный ужин. Маринад, правда, достаточно интересненький. За счет соуса ткемали, который готовится на основе слив, такая легкая, кисло-сладенькая штучка появляется. Это очень всегда вкусно сочетается с птицей, так что попробуйте. И у меня для вас просто божественная запеканка. Она по вкусу напоминает пломбир, какое-нибудь такое ванильное мороженое. Она очень мягкая, нежная, классная. Честно, у меня ее ел даже кот, который нечаянно стырил кусочек. Он с аппетитом умял эту запеканку. Она готовится на основе творога. Там, конечно, не только творог, там еще и сахар и мука. Я не знаю, как коту потом после этого было, но уминал он прям от души. В миску выкладываем 400 г творога любой жирности. Добавляем 2 яйца, 80 г сахара и пробиваем погружным блендером, чтобы получилась однородная масса. Если вдруг нет блендера, можно либо через сито протереть, если вы хотите однородную такую структуру более-менее получить, либо можно взять мягкий творог, он сам по себе уже однородный, достаточно будет просто перемешать с яйцом, с сахаром. Либо можно как бы на все это забить, например, взять мелкозернистый творог, там будут крупинки попадаться, в принципе, это ничего страшного. Добавляем сюда 100 мл молока, перемешиваем. Подсыпаем 100 г муки, чайную ложку разрыхлителя и щепотку ванилина. Для начинки нарезаем горсть сухофруктов, любых. Я взяла финики, нарезала их небольшими кусочками, не забывая удалять косточки, и горсть изюма. У меня в целом получилось около 100 г сухофруктов. Все это в тесто отправили, перемешали. Чашу мультиварки смазываем сливочным маслом. Перекладываем тесто и готовим в режиме выпечка 40-50 минут, в зависимости от мощности вашей мультиварки. Вот такая запеканка получается по высоте. Она нежнейшая и действительно по вкусу очень напоминает ванильное мороженое. В меру сладенькое, очень вкусное. Так что я прямо души советую. Нам понравилось всей семье. Как я уже сказала, и мне, и мужу, и коту понравилось. Так что обязательно попробуйте. А в описании под видео я вам еще оставлю ссылки на другие рецепты, которые я готовила в мультиварке. Так что если вдруг не хватило, например, этих, можно будет перейти по ссылочке и заглянуть туда, начерпать каких-нибудь идей. У меня на этом все. Хорошего вам настроения. Я вас очень сильно люблю. Спасибо, что посмотрели видео. Всем пока. А еще мне, кстати, интересно, слышно, что я шепелявлю, потому что я после операции у стоматолога. И пока я немножечко такая вот... Но я старалась сегодня говорить с дикцией, чтобы вам все донести и рассказать. Продолжение следует...